20 лет правления Путина привели к тому, что стало абсолютно понятно – главное свойство его страны. Он выполнил роль необычно мощной лупы, которая увеличила то, что раньше было трудно рассмотреть, и для этого требовались какие-то усилия. Теперь все очевидно, и для того, чтобы это увидеть, достаточно знать, куда смотреть. На самом деле, Московия так и не приняла то, что называется западной цивилизацией. Особенно это касается базовых принципов, на которых она держится, которые так и не прижились на этом пространстве. Причем попытки приживления этих западных принципов делались многократно и всегда безуспешно. В данном случае мы ведем речь о комплексе внутренних самоограничений, которые выливаются в простой принцип – твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода кого-то еще. Именно этот баланс зашит во все, начиная от религии и кончая принципами демократии. Просто в каждой подобной системе баланс находится несколько в другом месте, но необходимости самого баланса нет никаких сомнений. Это можно сформулировать иначе. Западная цивилизация состоит из совокупности людей, которые способны к самодисциплине и самоорганизации. Имея такую способность, люди могут выстраивать свою жизнь либо на религиозных, либо на светских принципах, что в итоге и формулирует устойчивую динамичную систему цивилизации, которая принимает все более сложные и развитые формы. Что характерно, вовлеченные в орбиту западной цивилизации народы постепенно воспринимают ее принципы и начинают показывать положительную динамику развития. Никто из них не скатился в каменный век и не переселился в пещеры. Другое дело, что у кого-то процесс перехода занимает десятки лет, а у кого-то даже больше. Тем не менее, движение идет в правильном направлении. С Московией все иначе. Там эти принципы не просто не прижились, но попали в среду, которая не принимает, но прямо и не отторгает их. Но принимая, деформируют эти принципы так, чтобы внешне походить на цивилизованную страну, оставаясь внутри дикой субстанции, которой чужды именно базовые принципы. В итоге маскировка и мимикрия стали сущностью населения этой страны. Это выражается буквально во всем. Если взять комплекс религиозных норм и правил, которых было более чем достаточно для западной цивилизации в средние века, то в Москве они имеют лишь вид оболочки. Они себя называют христианами, но Христос был бы в глубоком шоке от того, что предстало перед ним в этой стране. Более того, если бы он стал проповедовать ровно то, что описано в нынешних четырех Евангелии, то его упаковал бы первый попавшийся наряд полиции, привезли бы его в участок, но потом впаяли бы лет 15-20 за экстремизм и нападение на полицейских, после чего отправили бы в Черный Лебедь или подобное пыточное место. В общем, сидя в камере Шизо, Христос пришел бы к выводу о том, что лучше бы его распяли на кресте. Особенно поразило бы его то, что городят в кубинке Гундяев и Шойгу под видом военной церкви. Это скорее храм Арею, Марсу или храм Ясукуни, но точно не христианский храм, поскольку шестая заповедь Господня гласит «Не убить», а десятая «Не желай дома ближнего твоего». И если бы он это попытался донести до Гундяева, Шойгу или Путина, то сразу понял бы, что и восьмая заповедь «Не кради». Тут не к месту, как и все остальные. Вот там его бы точно распял сводный отряд армейского спецназа, боевых попов и казачков. То же самое касается и демократических принципов, которые имитируются в России. Из того непременного перечня прав и свобод, которые являются безусловными в западной цивилизации, на Москве уже не осталось ничего, и что характерно, об этом там никто не сожалеет, поскольку это чуждые для них элементы, мешающие жизни. Исходя из этого, не удивляет то, что конституция в России есть, но она уже полностью не работает. Более того, она становится все более крамольной княженцей. В Москве уже реально отправляют под административный арест лиц, решившихся на одиночные пикеты просто с томиком конституции собственной страны в руках. В общем, это выбор самих россиян, и это касается только их. Но речь тут о другом. Полностью демонтировав демократические структуры в стране, Московия все еще называет себя демократическим государством и делает вид такового. Там не желают называть себя царством или королевством, коим Россия уже является, и, соответственно, называть Путина царем или королем, как в Саудовской Аравии, например. А все потому, что, сохраняя оболочку демократического типа, Московия маскируется под вменяемое государство и часто застает своего оппонента врасплох. Ну, например, там любят поговорить о притеснениях свободы слова где-то у соседей, в Европе или за океаном. И это при том, что у них этой свободы нет уже лет 20. То есть она не просто отсутствует, а любое ее проявление преследуется всей мощью действующих спецслужб, и вот-вот произойдет полное закрытие своего информационного пространства, чтобы туда не проник яд в виде этого самого принципа свободы слова оттуда, где он работает. Но, как отмечалось выше, это явление при Путине не началось. Но просто при нем это уже не считается позорным скрывать. Более того, это стало главным деловым качеством. Те, кто умеют правильно и быстро мимикрировать, добиваются успеха. Ну, например, полиция, ФСБ, служба по охране пенитенциарных заведений обычно называются правоохранительными органами, и предполагается, что именно эти структуры стоят на страже закона, прав и свобод граждан своей страны. Но в Москве от этого оставлена только оболочка, а сами структуры предназначены именно для уничтожения прав, свобод и попрания законов. Мало того, туда идут работать люди не просто алчные, желающие заработать денег, в сущности ничего не делая, имея массу привилегий, ранних и крупных пенсий и прочих ништячков. Туда идут персонажи с особыми способностями палачей. При этом они должны иметь гибкую спину и повадки присмыкающихся, чтобы перепрыгивать от корыта к корыту еще более глубокому, чем предыдущие. Но главное, они должны уметь воровать так, чтобы самим жить и не тужить, и главное, правильно поделиться с вышестоящим руководством. Если с этим все в порядке, и ты смог обратить на себя внимание, то рост обеспечен. И в конце концов, на самом верху собирается именно такая публика, а для другой там просто нет места. Однако, несмотря на это, каждый такой деятель обязан играть свою роль так, чтобы со стороны все выглядело вполне себе пристойно. В итоге Московия стала местом недобропорядочных людей, а тех, кто умеет изображать добропорядочность и умеет прятать истинное положение вещей. Именно умение обмануть зазевавшегося лоха является самым востребованным и почитаемым качеством, которое ценится от низов общества до самого его верха. Достаточно вспомнить последние речи Путина о том, что по его команде найдены солсберецкие паломники, и ими оказались простые бестолковые парни из Усть-Запупья, которые ни разу не военные, а уж тем более не имеют отношения к военной разведке. Со слов Путина, они просто искали собор для того, чтобы там купить витамины и белковую пищу для своего фитнес-клуба не согнешь двумя руками. Но мы ведь идем речь именно об этом случае только потому, что ложь вскрылась просто во всех деталях и в каждом путинском слове. Ну а сколько такого не вскрылось? Или вот еще, совсем свежий пример. Путина спросили о его связях с Пригожиным, который и ЧВК содержит, и строительные структуры, и кормежкой высших должностных лиц занимается, на что Путин сделал лицо Олига Френа, благо делать это несложно для него, и тяжело вспоминая фамилию, что-то такое припомнил, мол, ресторан есть у Пригожина, а то, что в Украине и Сирии воюют пехоты от Пригожина, и что его ударные группы уже базируются в Африке, Путин совсем ничего не знает и вообще. Давно не имел случая видеться с этим персонажем. Ну вот зарубежные журналисты провели небольшое исследование компании МСК, которой поручено обеспечить нынешний новогодний прием Путина, и вот что выяснилось. Компания получила контракт без конкурса, как единственный поставщик. 22-летний уроженец Алтая Данила Ксютин, студент Российского технологического университета в Москве, создал ее в мае этого года, а до этого продавал в интернете копии брендовых мужских сумок, утверждает издание. С мая фирма успела получить уже три госконтракта на 35,5 миллионов рублей, один от ФГБУ комбинат питания Кремлевский и еще два от управления делами президента. То есть 22-летний студент, который торговал надувными женщинами, вдруг оказался таким талантом, что сразу получил подряды для обеспечения путинских мероприятий. Журналисты поскребли электронную почту гения на Mail.ru, указанную на сайте госзакупок, и очень быстро обнаружили в ее настройках, что резервный почтовый ящик этой почты имеет очень знакомый домен Concord Moscow.ru, принадлежащий пригожинской компании Concord M, фигурирующей в связях с ЧВК Вагнер. То есть за 20 лет там не осталось ничего, кроме лжи, от мелкой, как вот с этим приемом, так и до большой, касающейся мировой безопасности. Эта ложь призвана скрыть сущность этого преступного и злокачественного образования, но лишь в последнее время эта истина стала доходить до тех, кто имеет дело с Московией. Любые переговоры, любые договоренности с нею изначально ничего не значат, потому что там нет пиетета перед базовыми принципами западной цивилизации. Больше того, там в ходу искусство китка и разведения. Так что если уж иметь дело с этим лепрозорием, то надо четко понимать его сущность, а не то, что пытаются изобразить. Чем беспечнее себя вести с Московией, тем более тяжелыми последствиями это обернется. Эта простая истина стала доходить даже до европейцев. Российские СМИ по этому поводу с горечью сообщают следующее. С начала 2019 года в Брюсселе направят больше средств и больше кадров на борьбу с российской пропагандой. В этом году на эти цели было выделено 1 миллион евро, в следующем году 5 миллионов евро. Группа, занимающаяся борьбой с российской дезинформацией, ранее насчитывала всего несколько сотрудников, а в следующем году ее штат увеличится до 50 человек. Посему рано или поздно все придут к выводу о том, что ров с крокодилами – это меньшее, что можно сделать для изоляции этой язвы. Но как ни крути, ее придется лечить самыми серьезными средствами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова